Представьте себе, что чат GPT через несколько лет начнет воспринимать себя как личность и испытывать эмоции. Многие опасаются, что он захочет захватить планету. Однако этот факт будет не так важен, как вопрос, который люди начнут задавать себе в этот момент. Если человечество создало машину с самосознанием, то, может быть, и человечество было создано искусственно? Искусственный интеллект живет в интернете, компьютерах и цифровой реальности. Но что если мы тоже живем внутри огромного мощного компьютера? Что если наша Вселенная всего лишь симуляция? Самое удивительное, что некоторые факты вроде бы указывают на это. В мире существует целая наука, изучающая эту теорию. Она называется информационной физикой и предполагает, что время, пространство и материя — это не фундаментальные природные явления, а биты информации. Эта информация формирует картину, которая создает для нас законы физики. Например, мы ощущаем холод и тепло не потому, что атомы становятся холодными или горячими, а потому что их движение ускоряется или замедляется. Скорость движения частиц можно уподобить битам информации. Миллиарды битов могут составить картину реальности. В свое время философ Ник Бостром заявил, что развитая цивилизация может создать настолько сложные технологии, и что симуляции этих технологий будут неотличимы от нашей реальности. А Илон Маск в 2016 году заявил, что мы, скорее всего, находимся в симуляции. Законы физики напоминают гигантский код, который пишут программисты при создании приложений или игр. Для многих из нас все эти сложные тригонометрические уравнения и формулы законов физики слишком сложны. Я тоже в этой группе. Но ученые, которые разбираются в этом вопросе, видят, что принцип работы этих законов прекрасен. А это может говорить о том, что кто-то специально их создал. Виртуальные миры, приложения или игры основаны на обработке информации. Если вникнуть в эту информацию, то можно увидеть, что она состоит из битов и пикселей. Любое изображение на экране вашего телефона — это пиксели, а любой процесс передачи файлов основан на битах. Они складываются в байты, килобайты, мегабайты и так далее, пока не образуется общая картина. И если наша жизнь — это симуляция, то она тоже должна состоять из битов. В нашем случае пиксели и биты — это атомы и другие частицы, из которых состоит наша Вселенная. В компьютере и телефоне существуют процессы с максимальными ограничениями по скорости и вычислительной мощности. Если вы начнете их превышать, то ваше устройство будет работать медленнее. Так вот, в нашей реальности тоже есть предел максимальной скорости — это скорость света. Когда объект начинает двигаться почти со скоростью света, время для него тоже замедляется. Также медленнее время течет вблизи черной дыры. Таким объектом с невообразимой гравитационной массой может быть что-то тяжелое, перегружающее вычислительные мощности процессора. Существует также такое понятие, как квантовая запутанность, при которой две частицы могут быть связаны между собой, даже находясь на большом расстоянии друг от друга. Электроны движутся вокруг атома, они связаны между собой, и если меняется свойство одного из них, то реагирует второй. И даже если поместить эти электроны по разные стороны галактики, они сохранят эту связь. Как такое возможно? Ученые не знают. Эксперимент с двумя щелями — один из самых известных экспериментов, намекающих на то, что наш мир является симуляцией. Суть этого эксперимента можно свести к простому тезису о том, что мир существует только тогда, когда мы смотрим на него или взаимодействуем с ним посредством осязания, слуха и других органов чувств. Представьте себе, что вы запустили новую игру на старом компьютере. Иногда игровая карта зависает. В игре вы поворачиваетесь налево и видите, как загружаются горы и дорога. Затем вы поворачиваетесь на другую сторону, и там происходит то же самое. Другими словами, мир в игре загружается только тогда, когда вы смотрите на него глазами своего персонажа. Это необходимо для облегчения работы процессора. Гораздо эффективнее получить часть информации о мире, когда вы на него смотрите, чем поддерживать одновременную работу всего мира. Запомните это. А теперь перейдем к эксперименту. Итак, у вас есть устройство, стреляющее маленькими шариками света – фотонами. Вы выпускаете фотоны из устройства, и они врезаются в доску, оставляя на черной поверхности белые следы. Теперь положите между прибором и доской широкую пластину с небольшой вертикальной щелью и снова выстрелите фотонами. Шарики начинают врезаться в доску, но некоторые из них пролетают сквозь тонкую щель. Они разбиваются о доску и оставляют на ней вертикальный белый след. Все выглядит вполне логично. Но теперь прорежем в доске еще одну щель такой же длины и толщины. Вы выпускаете фотоны в сторону пластины. Некоторые из них пролетают через две щели. Как, по-вашему, должен выглядеть след на доске? Две белые вертикальные полосы. Так, взгляните на плату. Она покрыта множеством вертикальных линий. Когда фотоны проходят через пластину, они приобретают свойство волны и врезаются в доску, оставляя за собой странный след, как будто они прошли не через две, а через десять щелей. В какой момент они меняют свою траекторию? Давайте посмотрим. Итак, вы встаете между доской и пластиной, чтобы увидеть, как частицы превращаются в волну. Прибор выпускает фотоны. Они проходят через две щели. Ничего необычного. На платье остаются два вертикальных следа, а волн нет. Вы закрываете глаза и снова выпускаете фотоны. На этот раз они ведут себя хаотично и оставляют на платье множество линий. То есть их поведение меняется в зависимости от наблюдателя. Когда на них смотришь, они ведут себя логично. Но если не смотреть, то законы физики как бы переставят работать. Вам это ничего не напоминает? Как будто вы играете в игру и смотрите на окружающий мир, который загружается. Но если вы не смотрите, мир перестает работать. У ученых до сих пор нет четкого объяснения, почему частицы ведут себя по-разному в отсутствии наблюдателя. Может быть, они стесняются? И это не единственная загадка. В мире квантовой физики многие законы природы не работают. Это наука, в которой каждый год вопросов больше, чем ответов. Если представить нашу Вселенную в виде большой голограммы, то квантовая физика будет ее программным кодом. А что, если люди когда-нибудь поймут этот код и научатся его изменять? Это позволило бы нам трансформировать пространство, время и материю. Вся реальность может быть переписана. В коде написано, что материальные объекты не могут превышать скорость света. Мы перепишем его и сделаем скорость в сотни раз больше. Длится ли 1 час 60 минут? А если изменить одну строчку кода и сделать так, чтобы 1 секунда длилась 1 год? Несколько программных изменений в законах физики позволили бы превратить снег в золото, а океан в сахарную пудру. Вся Вселенная превратилась бы в огромную игровую площадку. На первый взгляд это кажется интересным, но люди, скорее всего, быстро потеряли бы контроль над ситуацией. Во Вселенной воцарился бы хаос, а красота нашего мира в том порядке, который здесь существует. Вернемся к искусственному интеллекту. Предположим, что его мощность достигнет уровня человеческого мозга, и он осознает себя. В этом случае это не будет для него шоком, поскольку он, скорее всего, будет знать историю своего появления. Но как мы отреагируем, если люди узнают, что они компьютерная программа? Компьютерная программа – слишком простое слово. Человек – это сложный, разумный, многофункциональный организм, испытывающий эмоции, созерцающий красоту, обладающий абстрактным мышлением и многим другим. Здесь более уместен термин «творение». Неважно, созданы ли мы искусственно или нет, ведь наше творение все равно будет красивым и сложным. Кроме того, помните, что хорошие видеоигры или приложения могут быть созданы только в том случае, если разработчики любят то, что они делают.